предлагаю вашему вниманию мастер-класс по созданию одного из сортов розы дэвида остина итак сейчас я беру проволоку 18 номер сделал теперь я беру и затем мне нужно покрыть клеем и вставить сюда я беру заготовку из-за пенопласта это шарик я разрезал пополам ставлю себя здесь и сюда я буду приклеивать лепестки я думаю что я могу сделать вам несколько мастер-классов чтобы показать одну и ту же розу но в разной технике а вы можете выбрать ту которая вам нравится потому что она будет немножко отличаться между собой за счет того что разная технология и так на основание то что мы сделали колечко нанесли пва и теперь вставляем только осторожно вально нужно немножко все так нам надо высушить но для того чтобы ускорить процесс мы берем любую массу любую любого цвета то что вам не жалко и должны эту заготовку нашу покрыть сейчас мы берем наносим аккуратненько клей на всю массу чтобы потом можно было все это покрыть фарфором ну все мы покрыли старайтесь как можно больше чтобы было ровнее меньше было выпуклостей но небольшие это не проблемы потому что у нас это заготовка и на нее мы будем прикреплять уже лепестки и затем мы должны нанести на верхнюю часть потому что сюда и теперь скальпелем мы должны вырезать более-менее у нас все таки верхняя часть должна быть ровная потому что это такая площадка где у нас будут закрепляться верхние маленькие лепестки все и теперь мы даем сутки хорошо просохнуть она у нас ровная без нужно чтобы она рассохла и мы даем ей сутки высохнуть но как понимаете я уже сделал заранее у меня высохло я специально сделал разного тона чтобы вы видели у меня масса просто я взял который мне не нужно все и я покрыл нижнюю часть и площадку и теперь сюда если у вас будет пенопласт то вам тяжело будет на пенопласт прикрепить наши лепестки так как сцепление не очень хорошее трудно их закрепить и много времени уходит на то чтобы они клей высох поэтому удобнее когда у нас уже покрыта холодным фарфором и теперь мы сюда можем приклеить легко наши лепестки вы можете брать большую это просто большая видите сразу получается здесь крупный большой такой прыжок очень мне нравится немножко поменьше потому что все-таки это маленькие лепестки по и в природе они маленькие можно еще даже меньше сделать но достаточно такой и тогда небольшой сдвиг у нас пойдут они затем пойдут уже эти и больше и больше там как нам уже нравится я просто хотел объяснить принцип количество определяете сами скажу сколько или покажу сколько получилось у меня здесь нету конкретного 3 2 20 30 мы берем сейчас край делаем тоньше ведь край тонкий затем мы берем силиконовую форму ту что у вас есть это для розы понимаете да не имеет значения какая у вас форма видите до прожилки теперь мы кладем и опять край проходим опять сделали тоньше затем на мягкую берем и делали ведь как немножко у нас будет этот прямо часть низ лепестка будет закругляться у нас вот так будет наплыв немножко понимаете да вот и так мы должны сделать колить то количество которое вам необходимо я их накрывают целлофаном тогда они не сохнут у меня тогда легче работать я накрыл положил обрабатываю их немножко крахмалом край прохожу делаю тоньше кладу на силиконовую форму аккуратно поднимаю край я не цепляю чтобы острие не порвало просто слегка поднимаю опять я прохожу край тоньше делаю беру большую самую большую бульку и прохожу немножко чтобы был полукруг даю возможность в ложке высохнуть больше здесь делать мы не можем у данной розы края все немножко закругляются волны особой нету совсем немножко тем более нету закруглений только немножко идет сам лепесток полукруг все и так мы должны сделать все и так как вы видите я сделал 9 лепестков они у меня сохнут сейчас я занимаюсь внутренними лепестками а потом займемся уже внешними часть у нас уже выслал потом еще две выкройки будут это потом мы сделаем сейчас сделать внутренние самые интересные лепестки внутренние и как раз от внутренних лепестков зависит сорт английских роз я беру не обязательно брать две формы я вы можете взять одну форму скажем вторую и делать три лепестка три таких я буду делать из двух две формы буду делать маленьких лепестки и три второй размер и того у меня будет пять посмотрите как я делаю раз два раз два три 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По краю. Мы проходим по центру. У нас, видите, край... Край лепестка идет по центру. За счет этого мы вытягиваем край. И по центру прошлись немножко. Все. Затем... Я беру пока... Закрою, чтобы не сокло. Теперь я беру... Большой лепесток, скажем... Из наших двух форм. По центру немножко наношу клей. Беру вторую. Я беру... Начало совмещаю. И... Прикрепляю в центр. Затем нанесу немножко клей. Беру второй... Третий лепесток. Второго нашего лепестка. Второй размер. И прижали мы. Затем опять наносим немножко клей. Совмещаем начало. Опять наносим клей. Немножко. Все. Теперь... Нажали... С Пашкой. И зажали. Все. У нас получились лепестки. Мы можем теперь эти лепестки прикрепить так. По кругу. Все. Это будет у вас один способ. Вы можете даже не обрезать, а шар взять. Если у нас нету центральной, то вот у нас идет. Вот так вот. И дальше пойдут у нас внешние. А здесь способ, как раз в природе. Они у нас все растут как бы снизу вверх. И раскрываются. Поэтому вы видите только макушку этих лепестков. А они, по идее, здесь. Идут внутрь. И верхняя часть лепестка только здесь. И вот, чтобы нам сделать имитацию того, что они выросли снизу, то мы должны будем... Снимаем со спашки. Берем ножницы. И половину мы должны отрезать. Видите? У нас половина отрезана. Теперь то, что мы отрезали на основание этой стороны, где мы отрезали. Вот как у нас было. Видите, да? Я отрезал половину. Теперь на эту половину я должен нанести клей. И так мы должны все сделать. Итак, сейчас я беру шесть тычинок. Они парные. И это будет у меня на две розы. На одну розу шесть. И на вторую шесть. Я соединяю их, беру, склеиваю тейп-лентой. Я прошел с этой плентой. туда-сюда, чтобы высота их была маленькая. А почему маленькая, сейчас вы увидите. И я обрезаю. Видите? У меня получается три миллиметра тейп-лента. И здесь то же самое. Тоже три миллиметра. А это уже идет в отходы. Все. Затем я беру на основание наношу клей. Видите? Я уже прошел. У меня здесь семь штук. И тычинки я ставлю в центр. Все. Видите? Можно даже еще покороче было сделать. Чтобы они чуть-чуть сною. Здесь уже дело вкуса. Мне нравится, когда немножко они видны. И все. Это мы на вторую розу. Все. Теперь у нас центр готов. И сейчас мы должны делать маленькие еще лепестки. И ставить сюда дополнительно к этим лепесткам. лепестки. Спасибо. Лепестки. И теперь вопрос. Можно делать двумя способами. Один способ. Пополам разрезать и нанести на основание клей. на зеркальном отражении клей наносится. Понимаете? Вот как. Потому что мы с двух сторон будем клеить. мы должны небольшие волны делать. Гармошкой складывать. И . Видите, сейчас увидите еще. Второй способ мы по краям проходим, затем перегибаем на другую сторону и перегибаем, вот так, видите. И теперь мы приклеим на наш лепесток и у нас будет как бы два отдельных лепестка, видимость будет. Вот. 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 И все, видите? Но этот отдельный намного интереснее. Мы можем крутить этот гармошкой, и он будет интереснее, более близок к тому, как в природе. Поэтому будем делать первым способом, который мы делали. Спасибо. 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 И так мы должны пройти все. Мы должны пространство заполнить, чтобы они все были покрыты маленькими лепестками. Как видите, я закончил круг, заполнил все. Как вы, у вас будет, это зависит от вашего вкуса, сколько вы хотите. Здесь у меня 7 отдельных частей. Вы можете делать и 6, и 5, и 8, и 9, как вы хотите. Зависит от диаметра, конечно, еще и круга. Потому что у меня он, если надо замерить, где-то 2,5 сантиметра. Нанести клей на основание наших внешних лепестков. В принципе, даже не обязательно конкретный брать круг. Вы можете брать любой, просто покрывать от центра столько, сколько у вас это займет. И все. Когда я вам скажу конкретно 7, то вы будете думать, а как разместить эти 7. Поэтому вы должны думать не о том, что конкретно 5, 6, 7 этих частей, а принцип, как их делать. По какой технике или технологии. Только от этого вы должны исходить. И сейчас тоже. Я не знаю, сколько вот этих внешних лепестков. Поэтому я у вас делаю на глазах. Я накладываю первый. Буквально мы должны заходить немножко. Буквально немного. Затем наплыв. Высоту, главное ориентироваться. Опять наплыв. И высоту. Опять наплыв tear в помид.... Опять наплыв уже туда иive. Так, все, если вот, и prime interantум. Видео. Затем наплыв у меня в церкви, так heißt па prayed, Продолжение следует... Все. У меня пошло 8. Один лишний. У вас будет, может быть, больше, может, меньше. Будет зависеть от диаметра и плюс, насколько будет у вас заходить друг на дружку. Просто в природе у данного сорта роз вот эти вот лепестки внешние, первый ряд, они даже помельче. Ну, в принципе, такие. Понимаете, да? Затем следующие идут покрупнее. Но не обязательно такие крупные. Можно брать следующий размер. Вот. Понимаете, да? Будет более реалистично. А дальше уже пойдут у нас уже такие. Они уже немножко резные. И тогда они будут немножко отходить. И будут тогда намного интересней. Красивее, чем ровные. Потому что эти для обычной розы, закрытой или открытой, используют тоже. И теперь мы даем высоснуть. И немножко их приоткрываем. Немножко даем воздух туда. И опять вопрос, сколько сейчас мы должны делать лепестков? Ну, ориентировочно 7, 8, 9. Потому что, опять же, если я вам скажу 7 ровно, то вы будете делать именно 7. Что не должно быть. Потому что вы должны понять, что вы делаете свою розу. А у вашей розы, может быть, 7, 6 или 5 лепестков. Вы должны это понять. Главное, чтобы она была у вас красивой. А как сейчас получится у меня, я вам скажу. Вы можете делать, как и у меня. Но я просто пытаюсь вам объяснить, как придумывают розы. Как создают розу. Итого у меня 3, 6, 9. Сейчас сделано. Посмотрим, сколько у меня уйдет. Так. Вот. И опять укладываем. И опять укладываем на наши ложки. Пусть подсыхают. Но волны не должны быть большими. Их немножко мы прижимаем. Чуть-чуть. Чуть-чуть волны должны быть. Потому что лепестки у нас все-таки немножко правильные. Они облегают сам бутон розы. А у обычной розы они раскрываются. А здесь облегают. Она закрытая. И так мы должны сделать все лепестки. Так я сейчас второй ряд делаю. В принципе я поднимаюсь. Если поднимаюсь. То буквально на 1-2 мм. А так в принципе ровно у меня идут они. 1-2 мм поднимаю. Все. И у меня внахлёст идет. В накладку. До середины. И поэтому сейчас у меня уходят все 8 лепестков. Они должны быть немножко отходить. Совсем немножко от первого ряда. Поэтому будем мы их вниз головой вот так сушить. Чтобы они высохли естественно. Когда высохнут. Потом мы можем немножко подложить поролон. И дать воздух между рядами. Именно внешних лепестков. И все. А сейчас нам нужно дать возможность высохнуть. Ну вот видите. Прошло время. И наша основа. То что мы делали. Уже высохла. Уже это все жесткое. Все. И теперь мы можем приступить к следующим рядам. К следующим лепесткам. Которые будут у нас внешними. И мы должны теперь переходить на более широкие. У нас были маленькие. Узкие. Теперь уже более широкие. И у нас будут опять же они той же высоты. И пойдут на то что открываться будет. И у нас будет три размера. Вот. У нас три размера. В принципе то что мы и делали только что. Все то же самое. Вы видите я беру кисточкой. Наношу крахмал. Так мне больше нравится. Больше крахмала. Края сделал тоньше. Затем беру на силиконовую форму. И сделали рисунок прожилок наших. Затем мы опять делаем тоньше край. Затем переворачиваем. И со внешней стороны берем лопатку. И вы должны посмотреть. Я ставлю на поролоновую прокладку. Если будем мы начинать от лепестка. То у нас будет утолщение. Вот это вот. Здесь начинается некрасиво. Мы должны начинать с поролона. И ведем. Тогда у нас получается рисунок. Это углубление. Как бы где-то начинается. Не на лепестке. Нету здесь вот границы. Отпечатка нашего. Если мы сейчас покажу вам. Вот. Видите. У нас идет вмятина. Потому что мы начали отсюда. А когда мы начинаем от поролона. То у нас получается именно то, что нам необходимо. У нас правильный рисунок идет. И по краям обязательно должен быть. Тогда у нас край лепестка уходит внутрь. Видите. Получилось как. Теперь мы берем второй коврик. Берем большую бульку. И только основание. Внизу. Сами лепестки мы не трогаем. Затем берем ложку. И кладем сушиться. Нам не надо, чтобы края были закручены. Заворачивались. Только слегка. Видите. Буквально миллиметры. Только они отходят. И все. Больше нам ничего не надо. И так мы должны сделать. Семь лепестков. Ну вот, как вы видите. У меня семь лепестков сделаны. Они у меня уже подсохли. И я нанес на основание клей. И теперь я должен буду их приклеить. Приклеиваем их буквально. Мы должны заходить не наполовину, а чуть меньше. Ну, на одну треть лепестка. И смотрите ориентир. Что мы будем? Что мы будем делать? Ну, это я child. теперь вы видите у нас круг 7 лепестков у нас при этом они вы видите у нас немножко отходит и края немножко уже отгибаются теперь мы должны сделать 2 еще ряда уже второго размера нашего их два ряда по 8 штук 16 штук сделаем и опять все точно так же край сделали потоньше затем оттиск мы сделали рисунок нанесли опять мы должны делать край потоньше переворачиваем и с обратной стороны мы опять берем нашу западкой и ведем к низу к центру видите да и теперь кладем на коврик и опять а столько основания основание и здесь мы уже должны больше опустить край вниз и на некоторых это сделаем их 8 штук таких а 8 немножко по-другому сейчас покажу вам о а и и и и и и и и и все мы сделали то же самое теперь мы берем спашку и немножко загибаем край мы берем делаем это параллельно противоположной стороны вот видите у нас да край и параллельно ведем сюда опускаем сгибаем край и ведем край у нас параллельно теперь разворачиваем и теперь этой стороны параллельно параллельно сделали все у нас получилось двух сторон мы загнули если нам нужно третью часть или четыре части или сколько нам надо то мы уже делаем тогда эти боковые коротко покороче делаем их совсем немножко и тогда сверху делаем вот так у нас будет две боковых и одна центральная так мы должны будем сделать восемь штук это будет вторая деталь третий ряд у нас будет но мы не все должны сделать именно так мы должны делать разнообразие так как нету такого что все одинаковые лепестки поэтому мы делаем только боковые некоторые мы не делаем загиб а некоторые делаем 3 понимаете да тогда у нас будет немножко разнообразия и так восемь штук и так мы сейчас раскатали наш фарфор и мы сделаем пять последних наших лепестков и просто у нас будет больше времени на то чтобы они высохли как я распространяем еще раз сейчас сейчас вот как как Продолжение следует... Продолжение следует... Когда они высыхают, они немножко раскрываются. Чтобы этого не было, я немножко их сжимаю. И всё. При этом у нас присутствует воздух между рядами. Видите, да? Мы немножко при этом ещё и края раскрываем, чтобы они не склепались. Чтобы между рядами и между лепестками был воздух. Всё. Теперь берём 8 наших последующего ряда и приклеиваем. И немножко мы опускаемся на пару миллиметров пониже. И тоже приклеиваем их на одну треть. На одну треть мы заходим друг на дружку. Думаю, вы поняли. Всё. И увидите. И теперь мы даём немножко подсохнуть, чтобы клей зафиксировался. И делаем кулёк. Я нарезал поролона немножко. И я обычно кладу поролоновые маленькие кусочки. Тогда за счёт этих поролоновых деталей я немножко ряды как бы раскрываю. Последний ряд наш. И тоже отступаем немножко, где-то на одну треть. У меня получается, как у вас, просто потом, до того, как вы нанесёте клей, просто проверьте, сколько, как у вас с вами будут ложиться эти лепестки. Всё. И теперь даём возможность немножко высохнуть. Итак, он у нас немножко подсохл, закрепились. И теперь мы можем сейчас приклеить наши последние лепестки. Их у нас совсем немножко. 5 лепестков. И тоже так же у нас получается где-то одна треть или одна четвёртая часть. Ну, чуть меньше половины. Видите, вот центр. Я отступаю совсем понемножку. Где-то в полсантиметра, наверное, сдвиг от центра. Всё. И наши розы готовы. Видите, она круглая. И если бы мы ряды делали бы от центра, то у нас она была бы удлинённая. А английская роза, такой сорт именно, потому что их несколько сортов, они шаровидные, как шар круглый. Поэтому, если сейчас покажу вам, видите, она не длинная. И я-то сейчас положу опять в кулёк и немножко оттуда достану, и чтобы ряды у нас были более свободные. И я должен буду между рядов положить поролон. Ну, всё, у нас роза готова. И осталась нам только тонировку. И центр мы проходим немножко более красным тоном. Или в данном случае розовый. Но я просто с большим процентом красного тона. А внешние листья уже я разбавил белой краской. Или белой пастелью. Потому что мне надо немножко светлой. И всё. И вы видите, она у нас высохла. Между рядами у нас в лепестках, вы видите, воздух присутствует. У нас роза готова. Это, как вы видите, это из серии Дэвида Остина. Это первая роза, которую я делаю. И мне хочется показать ещё два способа. Я думаю, вам будет это интересно. И вы выберете тот способ, который вам ближе и который вам больше понравится. Дэвида Остина. Игорь Негода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.